Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. Сегодня у нас 20 марта, среда. Я нахожусь на Дарвинской площади. Вышел забрать в торговом центре небольшой заказик. И заодно вспомнил о том, что тут у нас проводится ярмарка. Ярмарка однодневная, она проходит с 8 утра до 4 часов дня. И я был уверен, что на этот момент, и сейчас уже около 4 часов вечера дня, от ярмарки я не думал, что что-то осталось по факту. Но несмотря на дождь, вы видите, какая погода за окном. Несмотря на то, что прохладно, сейчас около где-то 6, возможно, 8 градусов, я увидел, что ярмарка на том же самом месте, где была и неделю назад. То есть и более того, количество людей от этого не уменьшилось от дождя и от погоды. Погода, сами видите, такая себе. Не очень. Кирпич на въезде уже убрали. И поэтому, видите, машины с разгона пытаются заехать, но видят впереди препятствия. И поэтому разворачиваются и едут обратно. Сейчас потихоньку ярмарка уже собирается. Я, честно, не буду сейчас затягивать этот ролик. Цель этого ролика просто показать тот факт, что даже во время дождя... А дождь такой неплохенький. Посмотрите, я даже под зонтом. Даже во время дождя есть жизнь на рынке. Скорее всего, цены тут будут сейчас меньше, чем обычно. И несмотря на это, люди торгуют, люди продают. И более того, есть покупатели. Только что я так заглянул сюда, посмотрел. Но покупатели есть. Рыба, рыба, белый амур 220, судак 250. Рыба есть, все есть, мед есть. Нету, наверное, только особо покупателей. Есть места уже, пустые места от лотков, которые уже съехали. Вот тут вот справа, ну, это такой товар, видите, лососевая икра, что это у нас? Лососевая икра 0,5 кг, 350 гривен, 0,5 кг. Гранаты 100 грамм за килограмм, яблочки 250, 25 гривен. Люди складываются, ну, потому что дождь. И вот, кстати, кстати, почему я, собственно, решил записать этот ролик? Посыл этого ролика у меня, на самом деле, был немного другой. Посыл моего ролика, что не всегда... Вот мы с вами, да, там, в комментариях многие из вас говорят о том, что на рынке мясо – это антисанитария. Кто-то говорит о том, что в магазинах дороже, поэтому нужно покупать на рынке. А вы знаете, вот, глядя сейчас на эту погоду, которая сейчас у нас тут, я скажу немного другой аргумент. Вот мне, мне, вот в таком состоянии, в котором я сейчас иду, в одной руке зонт, в другой руке или телефон, или камера, или деньги, деньги мокрые. То есть я, в принципе, не ношу с собой наличку. Я везде расплачиваюсь исключительно картой. Ну, наличка разве что, да, там, для проезда в маршрутке, может быть, да, там 15 гривен стоит проезд в маршрутке, и все. В общественном транспорте – карта, в метро – карта, в магазинах – карта, везде – карта. Так вот, покупать фрукты, да, покупать фрукты и овощи вот в таком виде, под дождем, мне лично, допустим, мега некомфортно. Я вот сейчас иду по рынку, пусть даже, пусть даже. Сейчас я тут увижу помидоры дешевле на 2 гривны, на 5 гривен на килограмме. Пусть даже, я увижу, сейчас мне нужно, у меня есть сейчас список. Реально, есть там список из 6 позиций. Там мне нужны и груши, и яблоки, и помидорчики, там пару апельсинчиков, там одно, второе, третье, но желание сейчас у меня начинать копаться в этой наличке. Мне дадут вздачу, они все будут мокрые. Доставать какие-то пакеты, снимать рюкзак, все это мокрое, все мокрое заталкивать туда. Ну, желания, вот честно, вообще никакого нет. И это я к чему? К тому, что рынки, они, как, знаете, вот как легкий персональный транспорт летом. Самокаты, моноколеса, они очень круты. В теплое время суток, в теплое время суток, в теплое время года, в отсутствие дождя, снега, там и аномальных явлений. И они актуальны, когда нет дождя. Когда дождь есть, то все желание закупаться на рынке, оно куда-то очень быстро улетучивается. Лично у меня, говорю исключительно про меня. Если у вас по-другому, напишите, готовы ли вы странствовать по рынкам, да, ходить, изучать, торговаться, пройтись в одну сторону, потом во вторую, доставать какие-то пакетики, складывать, носить это в руках, мокрыми руками. Или нормально, или все окей, все нормально. Ну, давайте вот мы дошли, допустим, да, у нас помидоры на гилте 85 гривен, огурцы 180 гривен, помидоры черри 120 гривен, полуныться 210 гривен. Полуныться прям подешевело, прям дешевеет не по часам, а по минутам. 210 гривен еще когда-то, еще буквально недавно она стоила 300, уже аж 210. И еще даже не началось лето. Из помидорчиков вот почему-то, ну почему-то, не знаю, почему черри подорожали. То есть они уже достигали еще неделю назад уже цены в 70-80 гривен черри. Ну, ну сотка, окей, пусть сотка стоила. Сейчас они снова подорожали, стали дороже. Вот так вот складывают продукцию, которая уже завтра поедет на новый рынок в новом районе. Кабачок 89, огурец 99, редиска 89, цибуля 20 гривен за 100 грамм, огурцы 189, капуста 69. Сумская картопля 18 гривен. Давайте посмотрим яйца, почем у нас яйца. Вчера 34 гривны яйца. Вчера, кстати, был на рынке, на таком рынке, который раз в 10 меньше, чем этот. И вчера я увидел яйца, которые были уже 30 гривен. Вы представьте, 30 гривен. Яйца тоже подешевели. В магазине я яйца, когда последний раз видел, они были по 32. Видите, куча машин, куча каких-то ошметков от ящиков. Некоторые киевляне и гости, так сказать, города, столицы, говорят о том, что в их районах после вот таких подобных ярмарок просто вакханалия проходит. Находятся какие-то объедки, какие-то остатки, какие-то, короче, куча мусора. Я не знаю, когда они это снимают или видят. Может быть, они это через секунду после того, как последний автомобиль уезжает, снимают, фотографируют. Но у нас, например, вот тут, где я сейчас иду, тут каждый вечер коммунальщики, коммунальники, коммунальщики, они все это убирают, потому что это не стихийный рынок, это организовывается, ну, как бы все официально, все места районной радой. И, соответственно, коммунальники, есть договора, есть какие-то договоренности об уборке и очистке. И не будут же сами эти продавцы с метлой ходить и убирать вот этот вот безлот. Да, но коробки окей, коробки они могут забрать, например. А вот этот вот мусор, они же не будут с метлой тут ходить и все это забирать. Так, яблоки у нас 35 гривен. И даже есть бера, груша 65 гривен. Яблоки 35 гривен, это потолок, это много. Сейчас средняя цена на яблоки по Киеву порядка где-то 20-25 гривен. Поэтому 35 это или они золотые, или одно из двух. Вот я только что проходил, одна продавщица у друга спрашивает, как, ты уже собираешься? Ты уже сбираешься, ты уже хочешь текаты? А вдруг продавщиня кажет, так мокро, что мне тут лови-то? Да, действительно мокро. Ну, продавцы сами смотрят, я думаю, что они видят газовая горелка. Они видят, что если, блин, нету покупателей, а покупателей в такую погоду, сами понимаете, сколько, то чего тут ловить, чего тратить свое время. Вот ребята в машинку складывают. Наверх идут соленья всякие, да, бочки. Давайте я протру камеру. Наверх идут соленья всякие бочечки красивые, да, такие газовые баллоны. А вниз идут картопля. Друзья, 5 минут, и по факту я прошел весь рынок. Цены, как я сказал, я особо не спрашивал, потому что цель была немного другая. Не забудьте посмотреть видео, которое вышло вчера. Я ходил по рынку, ссылочка будет под видео или в всплывающей подсказке. Не забудьте поставить палец вверх, не забудьте написать комментарий какой-то, фидбэк. И не забудьте подписаться, потому что если вы смотрите мои видео и не подписаны, а я вижу, кто подписан, а кто нет, когда оставляет коммент. Это странно. До новых встреч, новых видосов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok